Как я вам запись ввода, поставлю заставочку и начнем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 байкотировать с я тебя прочитала байкотировал да не байкотировал нет а байкотировал нет байкотировал байкотировал да я сейчас как отбайкотируем как по бомбе не сказал компьютер с да почему у тебя такая нудская статая чо профессионал что ли да мне кстати тоже каждый день с это статой напрягают одолели уже ммм вы нормальная стопа церва то сыграл это то это нереально вообще количество для меня и родов ну нормально дом на 100 так но стат но стат о шо я нашел сироп от кашля гербион сироп подорожника отлично иди сюда родной будем бухать я тоже хочу у меня и то игр меньше у меня ребят времени в доте там дохренища а игр мало ну шо большинство времени ты или смотришь игры или комментируешь их ммм вилат какой у тебя рекорд по зрителям я здесь не помню а кстати я так лучше тогда с тобой васа я только что так беспалевно прокомментирую прорекламировал рекорд от кашля вообще я сам только заметил какую рекламу сделал отличному сиропу от кашля гербион я так понял у тебя уже агенты из этой фирмы на телефоне висят как в шоу трумена да 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 мы сегодня попьем кофе это самый лучший от растворимый кофе который только есть вообще беспалево ммм а еще я пойду сейчас у меня есть молочко хорошенькое славянка двухпроцентное очень хорошее и залью его и засыплю его несли несквиком и буду пить очень вкусно и с пряниками и тупо с пряниками нету фирмы производящей нормальные пряники нет 29 500 у меня когда то было на стриме если я не ошибаюсь это были финалы седьмого сезона интел челленджер нигма цм к ну скучно боррин лич м почему спектру бойкотирует отличный вопрос кстати не знаю кстати спектра хороший герой я бы не бойкотировал блин такой демотиватор скинули что я просто аж зайду что там что там а . это тупо огонь . такая жесть вот это 5 плюс конечно мне нравится внизу реклама Ну, не знаю, у меня Что-то другая Драгонайт Итак, по пику выиграли Французы Сейчас тебе скажу Бруда, ДК и, ну, бруда и триплаз ДК А, ну, как обычно, то есть И убивать особо некем Ну да Ну, типа, расчет идет на жесткий прокаст со стороны Вот этих вот Последних двух и Сент Кинга Типа, если все получится, то будет круто А если не получится, то будет не круто Будет вообще не круто Будет полный аляр Блин, я сейчас такого лейтенанта очевидность включил Просто, если не получится, то будет не круто Лейтенант очевидность Да, 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 нет, там в новой серии Там столько мемов Я тебе говорю Надо посмотреть Наркомана Павлика Типа, Денчик, ты чего так? Не, ну а че они? Ну да, аргумент Там хватает таких вообще мемов жестких По статистике Тин пишет По статистике 70% сегодняшних зрителей смотрят трансляцию через Киберарену ТВ Через аппликейшн Киберарену ТВ для ВКонтакте Поэтому заходите на аппликейшн Киберарену ТВ на ВКонтакте Ссылку на него вы можете найти на странице вконтакте.ком Слэш В1 Лат Фланс Блин, слушай, я природничал Много слов ВКонтакте Да, Васса, что творится? А, они все ливнули Они все ливнули, я думаю Они все ливнули, да, я думаю, почему они все закупились вардами и расставляются Оказывается, они все ливнули Тин, отпиши мне, откуда ты берешь этот стат И сколько людей там по статье, если ты меня слушаешь Мне очень интересно Мы будем продвигать эту Не, очень интересная тема на самом деле Да, мы еще доделаем это Я думаю, пацаны доделают эту аппу Добавлю туда плееров Насколько я знаю, они хотят сделать уведомление Это вообще очень клевая будет тема Каспер, ты зайдешь или нет? А, что там? Тот же самый пароль? Да, 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 да Твои быстро, все уже Все, сейчас, секунду Так, я тут клацвал джоин просто как дикий Звука, звука, звука Опять отвалилась Ссылку на скайп-шоу На Вконтакте зайдите в мою группу Я там уже выложу Это я делаю Тафа тебе все расскажет Ну, блин, ты мне напиши Тафа пока расскажет Тафа пока поймаешь Мне Тафа рассказывал, что там хотят сделать уведомление Еще что-то, но там Тафа неуловимый мститель Добавь меня лучше в скайп, да Или напиши мне свой скайп сюда В мирку я тебе добавлю Так, сейчас, секунду Я немножко отвлекся Чего ты там говорил последние 10 секунд? Херню какую-то Ну, тогда окей Да меня тут отвлекли тоже в скайп Нехорошие человеки Вообще нехорошие Далее Субтитры сделал DimaTorzok а в один особенно круто это еще не самое страшное, как могли бы сокращать ну да так, Дамблдор вернулся Дамблдора пока нема в доте вечер, как всегда, сервера все перегружены надо найти сервер да, я заметил тоже особенность писал мне недавно Esfrog, что где-то в ближайшее время будут добавлять на EU сервера на US West и на US East их хватает а вот на Европе пока немножко не хватает и скоро будут добавлять это приятная новость это очень хорошо так, сейчас мне нужно намошнить свои старые связи с кейсерами нахрена? да, у меня тут приезжают товарищи, хотят с кем-то поиграть о боже ну мои, типа, ультра олдскульные кейсеры из сборной киберарены можем кстати, у нас же скоро шоу-матч ты в курсе? а, тебя не было меня не было да, тебя же не было на этой пати на этой пати был подписан договор просто став navi из сайта navi gaming.com играл против става киберарены в кс и выиграли у них причем с позорным счетом 3-0 ой, фу на трех картах и в итоге Cup separator сделал челлендж вызвал киберарены tv на батл подочке ой-ой-ой но у нас тяжеловато кто у нас будет? нас коля Waze хорошо играет е stabilizer А у них-то, понимаешь, а у них-то декафобос. А, вот так, значит, они решили зайти. Вот так вот, да, понимаешь? Декафобос, вот и я сразу такой, бля, Зеро, да мы же тебя в салатом. Он такой, ну-ну, давай, поехали. Я такой, поехали, а тут декафобос. Я такой, бля, декафобос, шо делать? Что делать? Я ливаю. Да. Блин, я у Дубаса уже эти фразы, я позаражался просто. Я ливаю. Да, я ливаю. Нет, когда вы с Дубасом комментируете, это прикольно слушать иногда. Вот, все, Тин скинул мне скайп, я тебя после игры добавлю. Я даже сам пару игр слушал. Дубас просто какой-то фигню такую иногда, как ляпнет смешно. Да, он как что-то сказанет, но это же Дубас, он же как всегда в своем репертуаре. Да, это Дубас 228. С этим 228 там уже тоже по миркам легенды. Ход к нём. Дубас, этот человек заработал на Доте 2 больше, чем самый из Фрог, по-моему. Так, так реально, он уже столько набарыжил, что... Мне кажется, столько ключей не выпустили, сколько он продал. Да, вообще, Дубас это да, это еще тот человек. И при всем этом он еще умудряется нормально играть в Доте. И стримчик пишет, что я у Фобоса на Алькаре выиграл. Это как в анекдоте. А я, а я как сейчас у кого-то. Ну это такое, будем шпилить-то будет. У всех ПД не работает. Да мне пофиг, если даже не работает. Я бойкотирую этот сайт. Все, новая, новая тенденция. Если что-то, я бойкотирую. Мы все сразу бойкотируем. Ой. Что-то выпил сироп от кашля, а кашляю все равно. Но все равно сироп от кашля Гербион. Я так понял, там нормально заброшляли. Да нет, я его просто реально пью. Он, кстати, такой противный. Это как в этом, в самый лучший фильм, когда он в титрах стоял. Как его там, лысый, который. Там, кстати, дофига прикольность скрытой рекламы. Кстати, Линк знает, как под тавером рейнджевых крипов добивать. Типа тычка тавера, тычка твоя, тычка твоя, тычка твоя, ты динаешь. Красавчик. Шарит. Шарит. Так, а что у нас там на топе? Ну, на топе стоит, да, вот Линк как раз против Бруды. Не знаю, не самый лучший, наверное, выбор. Как по мне, это Маня бы смотрит. В миде что-то непонятное у ДД вообще. Как-то Лич, Фурион. Да, вот у ДД непонятно. Вот у Вестерн Вульс все постраде. Ну, все классно, да, все классно. ЦМ, КДК, все в порядке. А вот как там Лич, ДД, это... Ну, да, Лич что-то с Фурионом не особо. Потому что они что-то знают. Не особо. Так, что там у Патмы? Ну, вот опять же говорю, хотя у Патмы вроде бы есть Сентрики, то есть если что-то она подсобит. Ну, должна. О, вот уже поставила Сентри. Потому что Пауканы начали одолевать. Пауканы. Это как ОСПЛ, да? Ослик-суслик Паукан Лига. Не, у нас когда-то была команда Паукан. Сильная была. Да, да я помню еще там Unstop тоже Паукан когда-то был. То есть там... О, смотри, Феникс схватил Линка такой в соло. Не, ну это же Феникс. Лучший друг моего брата. Кстати, красавчик в интервью своем. Такое длинное было интервью на GusuGamers.net. И он в интервью дал нам неплохую рекламу. Написал, что я каждый раз, когда езжу в Украину, я радуюсь просто как ребенок. И что типа советую каждому киберспортсмену хотя бы один раз побывать в киберспорт-арене. Это так круто сидеть на диванчике, пить пиво, смотреть доту там. Так оно так и есть на самом деле. Тут даже никакой рекламы по сути нету. Ну типа место очень прикольное, если вспоминать там 2007-е года, как на этих малюсеньких плазмах, кликнете, как мы там мучились, как-то пытались 100 человек увидеть. Сейчас, блин, возможности просто ого-го. Совершенно другой уровень. Это просто как небо и земля. Просто у меня девушка, когда первый раз увидела, что это такое, что до такого уровня уже сейчас может все дойти, и она тоже так посмотрела, говорит, да уж. Пошла жара. Что рано или поздно это вылезет на такой уровень, а не радио 64-килобитный. Да, это вообще такие времена жесткие. А еще помню, как Майкер тоже там с Вахой синхронизация. О, да, синхронизация с Вахой, радио, это вообще борода. Жесть. Было давно, было хорошо. Игра настолько унылая, что мы говорим о чем угодно, только не о игре. О чем угодно, кроме игры, да. Четыре минуты прошло, на карте. Маня купил Ring of Hells, преимущество уже каким-то образом на 800 голды у ДД. Каким образом? Ну, Мигель, наверное, крипов много убил, да? 17-11, да, много. Бруда 24, хотя 16-3 врка. Драгонайт что-то вообще 6-1. Что-то Sox не очень. Что-то Sox-Sax. Sox-Sax нашел регион. А, он с банкой. Это Драгонайт с банкой, я понял. Интересный такой ДК. Да. Ну, по сути, крипом-то и подойти близко не может. Ну да, потому что там два рейнджевика, один... Они его постоянно мутолят. Да, да, там один нову закинул, второй там еще, не дай бог, деревья поставил на пенале вдвоем, на дистанции. А он и вообще ничего не может противопоставить, по сути. Какой классный бэкпак у Линка. Фрайс Бэнд и Соби Маска. На потме это самое оно, по-моему. Ну что, отличный... Да, да, да. О, тут Энигма летит в Сол Ринг. Я думаю, чей же это? Сол Ринг. Энигма, Энджел на Сол Рингом уже. Маня, шестой левел, кстати. Что неплохо весьма. Но все равно он Линдранер пока ничего не сможет сделать. Стритцемка пошла на топ, Дэнни. Это значит, что сейчас будут пытаться поймать Линка. Ну, Линк фуловый и с липом все как положено. Так. Ну, Селико... А Линк уже такой устал задом готовиться к выходу. Липнуться. Да, да, да. Сок с Регеном тут в миде пока бэкует. Ну, кстати, учитывая то, что есть ЦМка в команде... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот он первый ультимейт. Вот он первый ультимейт Мани. И ФБ делает команда ДД. И Вилат, как всегда, провтыкал. Это ФБ. Да, все в порядке. Это вообще... Это уже... Это как ФБ. В порядке вещи. Да, 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 да. То же самое. Не провтыкать... У меня когда-то была игра, когда я провтыкал первых 6 киллов. Вот это было жара. Все нормально. Первых 6 киллов просто просрать. Это надо очень сильно постараться. Кстати, здесь пытаются забрать... Опа! Стритцетут. Патма, стрелой попал. Не, ну вышка тут отлетает вообще без вариантов. Там еще и Раста есть, кстати, которая... А, всего лишь 4 тысячи получат. Ну, а тут-то Т2 заберут Динг-донг. 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 Невольно рифма напрашивается, не самое цензурное. Ну да ладно. Да, Т2 Tower тоже заберут, наверное, тут ВР-ка пытается отбиваться, но ничего у него не получится. Мания, я думал, будет копать, маны нету, оказалось. В лучшем случае, да, у нее ничего не получится, а в худшем она просто отлетит сейчас, если мы дойдем. Ну, минус Т2 вышка. И руна, какая это иллюзия? О, инвиз, то есть инвиз имеется. На нижней линии. На нижнем румспоте. Не на нижней линии, а на нижнем румспоте. Уже нахватался этих словечек из лола, да? Да. Румспот это из лола? Не знаю. А, да, румспот, они же там так говорят. Или не румстоп, у них там бафспот, у них там рун нету. Я же говорю, нахватался уже. Фу-фу-фу. Ну, у меня, для меня это был реально челлендж, ты знаешь, вот этот турнир, когда ты ни разу не шпилишь в лол, и тебе надо его комментировать. Еще, оказывается, я думал, что там только финал будет на сцене, там каждый день по несколько игр и... Ну да, там много было. Я боялся очень сильно, что я вообще ничего не пойму. Но в итоге за четыре... Так, два, два. Два. Два килла. Два килла, я уже пропустил. Да это не самое страшное, тут просто по одному... Виндранер просто высунулась, убили, высунулась, убили. Ну да, подошла туда Энигма, и вместе с Сэнкингом через два стана ее приняли. А вот тут Сэнкинка Сэнки не отъедет? Нет, не думаю, что отъедет, у него есть подкоп. У него сейчас будет ульт, а то Сэнка, если нападет, умрет. Кстати, да. И мана-то у него вроде бы хватает. На подкоп ульт, да, хватает. Ну, Сэнка не тупая. Ну, не совсем тупая. Но у нее инстинкт самосохранения был сильнее любопытства. Да. Убью или не убью. Ну, я бы напал, не думая просто. Фурион. Ух, как этим Брэсфайром пробивает Фуриона, конечно. Брэсфайр там дамажит, кстати. 240, 300. Там 300 дамаги залетает. И вот я недавно, когда играла команда Фаер, они очень четко демонстрировали стратегию с Дарксиром и Дарксиром. Да, 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 когда он задувает вот в эту толпу. Да, там просто идет стяжка и Брэсфайр. Мы вчера точно такой же комбо. Я играл с М5, с кейсерами. И тоже там у нас комбо была Драгоннайт и Дарксир. Это очень четкая тема. Там просто так отлетали. А если еще 16-й левел быстро в форме, то это все. Это до свидания. Да, там же он просто с этой толпы после стяжки, они там выходят с таким... Так, так, медленно. Медленно. Они медленно, но уверенно в таверну перенаправляются. Стрих, стрих, побежали, 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 Маня. Поехал куда-то. Перебирает своими лапками. Куда он едет-то? Ага. Вот куда он приедет. Павел нашел. Нашел. Долго думал, в итоге ничего не придумал. Кстати, fucking Matt 1700 на бруде, ПТ и Soul Ring. Он пытается запушить Т2 Tower. И если за ним сейчас выехали, да, у него это не получится, конечно. Но все равно. Ах, сколько денег. Да, да. Сколько лишней капусты. Что внизу? Внизу Фунзи или Фанзи, как бы его ни называли, скорее всего Фанзи. Есть у него Фуизы, есть у него Мэнджик, Вонт и Базилка. Да, Мигель там с этим, с Мидасом, кстати. Мидас! Вот это мне нравится. Мидас это шанс. На победу. Мидас это шанс. Я же говорю, мы вчера, или позавчера обсуждали стратегию Фурион с этим, с рефрешером и с Аганимом. Ооо, Вась, это так продамаживает. Это просто продамаживает. Потом еще была Спектра с рефрешером. Ооо! Спектра с рефрешером это из разряда, как Дэнди Соломит Спектра первым айтемом Мека. Вот это круто. Ну, это очень сильно. То есть, задумки на самом деле просто из разряда очевидная невероятность. Но, в принципе, рефрешер на Фурионе там же просто так и не гилировал. Там столько дэмэджа, там, ну, это вообще нереально. Он реально может, там, мега-крипов, по-моему, дэмить с рефрешером. Потому что там будет спа... Ой, 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 Линка здесь ловят, Линк сразу же липается, понял, что здесь дело пахнет жареным. Ну, живых остался. Да, да. Ну, что там, ПТ-шка, Базилла, Рейсбенд, такое. Нормально, уже нормально. Как для подмыв сложно, это вообще супер. Вот тут Линк что-то задумал с Энигмой. Блэкхолл, будет ли это Энигмы? Даггера нет. Ой-ой-ой, там у Энигмы целый стэш завален. Есть стан. Раста отъедет. Да, Фурион тут же. Больше никого не поймает. Патма забрала килл. Ну, Фанзи понимал, что если он там останется, то он тоже отъедет. Ну, да. 3-0. Каждый сам за себя и поехал. 3-0. Это то, что мы говорили, что ребята из ВВ лучше пик. Ну, да, пик, возможно, и лучше, но пока. Ну, вот Анатолий тоже очень интересный, потому что есть Сэнкинг с ультой и с подкопкой. И есть... Вот он проверяет, чтобы никто ничего не фармил лишнего. Ну, в бруде тут 1500 до БКБ. А вот. Стрель взял, ему паучками отдал, просто в Крепали снова. Ну, 100, Маня, спорю. Ну, просто сейчас бы всех текучек попадал. В чем дело? Опа, Раста, Хекс, да ладно, Маня. Ну, что ж так... Ай, не успеет включить. Включает. Вбивает. Труси Расту и убивай. Нет. А ты такой, факен Мэтт, такой, опа, опа, во все стороны поповорачивался. И Маня, что творит? Да Маня вообще... Ты смотри, что творит, какой тп аут. Причем выбрал, действительно, то место, в котором его, в принципе, не могли ожидать. И Тауэр не достает, это очень круто. Линк убивает, тем временем, виндранерку очередной раз. Верка уже у нас умерла сколько? Три раза. Фанзи, конечно, пока... Дает шанс команде Динг-Донг. Да, в прошлой игре против команды MTW он тоже дал шанс. Он там фидил знатненько. Ну, он и на Dota 2 Star Championship тоже показывал скилл. Фид как Каспер, как ты говоришь, что я тоже так фидил. Да, 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 я тоже так умею сидеть, берите меня в команду. Сокс в миде гангирует, сокс минус. Оп, Блэкхолл, по двоим, Дэни. Мы еще пенни закинули, посмотри. Верка здесь сбивает, нет, не сбивает, Фурион рядом. Ой, Верку тоже надо забирать, закрывай же, Ямигель. Да, отлично. Там такая стрела была просто по таймингу, это жесть. Очень четко, кстати. Не дали ни Вендран, ничего из нул. 7-0, вот это да. Да, КВР-ка даже уже так только на шиклшот замахивается, и тут только в ухо на. Да ты что, минус 3 тавера, потеряли 1, ведут 7-0. Это уже становится похожим на квест. Не умереть ни разу, нет? Да, 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 есть такое. Было бы интересно. Я помню, ДТСы когда-то этот квест не могли никак пройти, ачивку заработать. Дубас объявил нам с тобой бойкот. Дубас нам объявил бойкот твою дважды. А почему? Потому что мы его не взяли. Тю, лол. Так а что он не сказал? Мы бы его взяли. Не, ну он мне говорил, но просто нас тут трое, как бы, вообще, я думаю, не ужились. Но в следующий раз по-любому возьмем. Да, Дубас, ну, короче, если честно, то ты тупо голимый. Я думаю, после этого он нам точно не простит. Да ладно. Мы шутки шутим. Ну, кстати, можно на следующую игру? Ты будешь оставаться или нет? Вряд ли, честно. Ну, хорошо. Я тогда тоже не особо ее хочу комментировать, но я начну, а там как пойдет дело. Там как пойдет. Так что, Дубас, давай со мной на D2E-челлендж. Так, тут Энигми, наверное, вафли. Подмаза ныкала. И все нормально. Энигма размансовала. И ТП-аут. Не очень удачный ТП-аут. А, нет, нормально. Так никого пока и не убили. Да, 7-0 по-прежнему. И 14-ая минута. Смотрим F6. 8000 преимущества. Обычно такие игры не выигрываются. Но, Бруда. Так, мне нужно дверь открыть. Сейчас я буду. Так, давай, открывай дверь. Я пока посмотрю, что тут есть. Так, Фурион-то пока что ставов визардри. Не знаю, будет ли он себе собирать Аганим. Или же это будут там действительно форстафы и прочие-прочие нечисти из того же разряда. На топе у нас Маня потихонечку подпушил. Хотя вышка тут достаточно живая. И против Бруды это сделать будет весьма проблематично. Но Маня может постараться импкинг как-никак. Ага. Линк. Попрежнему. А, у Линка уже 1700. Нормально у Линка тут всё. У Рейсбенд. Базилка. Баночка. Всё в порядке. Маня там что-то записочил на топе. Боится чего-то. Не знаю, вроде никто на него врываться особо не нравится. Я, кстати, забыл, что я за рулём и люди этого не видят, что я говорю. Не, ну я просто тут как бы общую ситуацию описываю. У кого что есть там и так далее. То есть камера тут особо не решала. Я понял. Ну что, тут сейчас у Маней будут проблемы? Ну да, да. Ну Маня сейчас у нас человек... Выкапывается. Хекс. Отлично. Ну тут, конечно, есть первый килл. Наконец-то есть первый килл у команды Western Wolves. Ну, потому что тут Маня уже действительно слишком перья. А, вот там уже Сокс начинает попадать. Пытался хоть как-то от стрелы увернуться. Так забавно выглядело. Ну да, внутри этого. Улетит же! А нет. Ульт профетно. Там 10-й продауровень пока. Первый ульт. Ну скоро будет второй. 8-1. Даггер у Энигмы. Так, что тут у нас? Я подумал, и игру в финал D2E Челленджа тоже, наверное, комментировать не буду. Я попрошу у ребят, что вы не записали реплеи, и лучше завтра запишу по реплеям воды. Потому что, ну, один с вечера это как бы не особо интересно. Просто бо-3. Было бо-1, можно было бы еще остаться. Да, да, да. А бо-3 это, ну его куда? Ну его подальше. А тут смотри, уходит пока что на размен, только там ты 2 доллара, а там ты 3. Далеко не самый равноценный. Причем Фурион с Энигмой пушат просто на пятерочку. Минус Сокс, Фунзи тоже, скорее всего, умрет. Фунзи пытается уйти. Ну, ай, не уходит. Таки долетела тычка уже на хайграунде. Линк забирает этот килл. Феникс прибежал, цепляет, закрывает бруду. Ну, отлично, бруду закрыли, и пол БКБ просто в никуда, и остальные. Да, развели на БКБ, fucking MEDA. Первый раз он юзнул БКБ, и уже... Сейчас он должен быть просто fucking MEDA. После такого БКБ развода. Бешеным, бешеным обязан быть. Я бы на его месте был злой. Смотри, Мигель тут нормально сейчас. Забирает еще на топе мышечку. Вместе с Маней, да, и... Тут преимущество уже у ДД будет очень большое. Если бы Маня не фиданул, было бы в ноль пока. Это Даггер у него уже тоже есть. Я пропустил момент, когда он именно его покупал. Такс, что у нас здесь? Ну, по деньгам там, да, по деньгам там уже почти 10 тонн. Да, очень много. Да, порядочно. Ну, типа 30 тысяч и 20 тысяч там на 30 процентов, грубо говоря, лучше. Ситуация по денежкам. И Фурион продолжает просто нон-стопом. Вот Фурион, конечно, красавец. Что там у него уже по деньгам? Ага, у него вот уже Некро 2 имеется в запасе. Два рецепта, точнее. Ну, вот это меня бесит в людях. Вот чувак купил два рецепта, и вот просто бегает. А не лучше ли купить уже и быть с первыми Некрами? Да, да. Дело в том, что рецепты, они ведь никакой пользы не приносят. А любой из артефактов, он уже бонус, бонусы есть определенные. Так, Маня на топе там разводил двоих. Такие маневры, да, просто. Да, но у него, как всегда, у Маня абсолютно всегда вот такие вот туда-сюда. Блинки, какие-то подкопы, как-то он там убегает, так и Нигма на хосте. Ирис еще здесь смакеет. Он сейчас Сокс, скорее всего, умрет. Сокс. Так, вот, вдвоем. Фурион рядом. Стан тут же в Мигеле. Ну, а, еще и Патма. Ну, тут Сокс без шансов. Ну, и надо идти дальше сейчас с крипами. Надо идти дальше, потому что у Таура здесь 280 хп. И Мигель в очередной раз, кстати, с ульта забирает Драгон Кнайта. О, а у Мани там на топе все-таки проблемы сейчас. Маня. Есть подкоп. Ай, не успел. Песочек успеет? Может, успеет. Песок. А, нет, песок. А просветки нету. Песок, Маны нету. Сейчас Мана, Даггер, ТП аут. А, нет, ТП аут. А, просто Мана, Даггер. Здесь, тем временем, бараки падают. Да, ребята вообще времени зрения теряли. Пока Маня там двоих развлекал. А те двое еще и без ТП. Они пешком возвращаются. Минус бараки. Ну, та, пока тут своим пешком добежали. Так. Времени много. У меня лак. Не, у меня все нормально вроде бы. У меня дисконектнуло с игрой. Это, видимо, у меня пропало нет. Ну, ты меня слышишь? Я-то тебя слышу. Вот в чем дело. Интересно. Интересно. Ну, скорее всего, ты тоже сейчас отпадешь. Так, не надо меня отпадать никуда. Ну, у меня вот connection problem. Auto disconnect через 5 секунд. Ну, просто reconnect нажми. Бывают иногда такие баги. Не самые критичные, да. Ну, я не знаю, люди ли меня слышат. Должны, наверное. Вроде в мирке еще тихо сидит. Я думаю, если бы. А, нет, ну, в мирке сидит. Видимо, да, я пропал. Пропал в интернет у меня. Да, слышно. Ну, вот, конечно. Странно. Все нормально. Давай reconnect. Ну, я reconnect сейчас уже. Ну, вот все, ты уже reconnectился. Странно. Панику разводить. Ну, вот все, я в игре. Sorry. Какой-то глюк. Не, оно бывает такое. У меня тоже бывало на стримах. То есть, я же как бы по объемам в последнее время побольше, чем ты стримлив. Поэтому вот с всякими багами получше знаком. Я вообще халявщик. Оно бывает иногда. Такая лажа. Бруда, кстати, купила Blade of Alacrete. Что это значит? Это для чего? Это Монтастар, что ли, Бруде делать будет, или что? Очень интересно. Сашу Яшу, может быть. Сумки. Ой, 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 ой. Такой врыв просто нереально. И Blackfall по четверым. Да ты что? Вот это просто эпик был. Такой разрыв от Дедэй. Вот это в мувик. Вот это просто в мувик. Как они подставились под маню? Да, просто ГГВП. Все, ГГВП. Пацаны просто ливают. Это фантастика, конечно. Вот это да. Вот это конец игры, ты знаешь. Вот, блин. Вот ради этого стоило терпеть 20 минут. Да, ради этого 20 минут стоило смотреть вот этой фигни. 17-1. Ну и маня, конечно, с Энджелом. Просто на 5+. В итоге 5-0 у команды ДД. Они заканчивают группу со 100% показателем 5 на 0. С чем мы их, собственно, поздравляем. Мы же говорим вам спасибо за сегодняшний день. Да, да, да. Финал Д2Е челленджа смотрите на join.com. Комментировать его будет Тоби. Мы, к сожалению, комментировать не будем, потому что тупо поздно. И нам, ну, чё греха таить, тупо впадло. Блин, я уже думал, не спалишь. Да нет, среди ночи, да и там игра не особо интересна. Да ещё и Best of 3. Ну как можно финал турнира назначать на 11 вечера? А в Москве это 12 ночи. Ну смысл. Чё раньше не назначить? Вот зачем вот эти... 12, ты не угадал. Час. Как? А, да, это час. Пфу. Час, час ночи в Москве. Ну смысл. Так что, ребят, переходите, если вы хотите посмотреть эту игру на join.com. Если нет, я попрошу админа в реплее. И завтра... Если там будет что-то стоящее, то можно будет потом, да, перекомментировать с реплея. Если там будет действительно на что посмотреть. Так что... Можно будет узнать у кого там. Да, так что всем спасибо и услышимся где-то, например, завтра. Потому что завтра у нас Na'Vi играют против DD. Na'Vi играет против Dignitas. А там же, кстати, Premier League. Na'Vi против DD на Premier League, а на Defensive они против Dignitas играют. И EG играет против Problem завтра на... На этом, на... На The Defensive. То есть мы завтра две игры посмотрим. Dignitas против Na'Vi и EG против Problem. Первая игра начнется в 20.30 по Киеву, если я не ошибаюсь. А, нет, первая игра в 20.00 по Киеву, а вторая в 21.30 по Киеву. Вот. Вот так. Именно так. Да. Вот эти две игры будут завтра. Сейчас, кстати, идет игра Team Dignitas Panzer еще какая-то. А, это какой-то Sky League турнамент там. Там типа финал вроде, но что-то. Типа финал какого-то супер турнира. Ладно. Что, заканчиваем, да? Да, да. Все. Все, всем пока. Давай, тебе пока. И тебе давай пока. Услышимся. И вам, народ, всем до свидания. Завтра в 8 часов на Киберарене обязательно будет трансляция. Не знаю, будем ли мы вместе, будем ли мы по отдельности. Кто будет комментировать, узнаете, конечно же, дополнительно. Ну, а на данный момент пока все вводы будут на youtube.com slash kyberarena.tv, без точечки youtube.com slash kyberarena.tv, а также на группе ВКонтакте V1LotFans. Ее вы сможете найти спокойно. Ну, конечно, на нашем сайте. Все. Спасибо за сегодняшний, все-таки довольно длинный, кстати, у нас получился, считай, семичасовый эфир. Не, пятичасовый эфир. И пока-пока. На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес. Не грусти, улыбнись на прощанье, вспоминай эти дни, вспоминай. Поехали. Поехали.